всем привет мои хорошие если мы еще вдруг не знакомы меня зовут ксения и добро пожаловать на мой канал я думаю вы так же как и я ждете предстоящей черной пятницы для тех кто не в курсе это такой день такая пятница которая встречается раз в году когда все магазины делают скидки на свои товары в этом году черная пятница наступает 24 ноября и сегодняшнем видео хочу дать пару таких своих личных наблюдений рекомендаций как собственно удачно пошопиться в этот день и в конце еще дам подборку тех магазинов и шоурум в которых лично я жду черные пятницы и уже успела накидать кое-что в корзину ну что ж поехали вообще как правило черная пятница это не один день даже целый weekend начинается он обычно 23 59 четверга но это если ваши магазины в торговых центрах работает еще в это время длится всю пятницу и суббота и воскресенье по опыту не могу сказать что черную пятницу можно сравнить с рождественским селом в италии но в целом мне каждый год удается купить себе что-нибудь эдакое классное красивое по цене ниже обычные также я больше говорю сейчас об одежде и косметике наверное но в целом черная пятница распространяется на все магазины будь то не знаю товар для дома бытовая техника вообще все что угодно что следует предусмотреть заранее во первых подготовьте себе список покупок такой вот шопинг лист который позволит вам не отвлекаться не накупить много чего лишнего в этом всем ажиотаже и втором сэкономить время я на самом деле только недавно поняла действительно поняла как ценно наше время если раньше я могла там бесцельно шататься по торговому центру или сорт серфик по интернет порталом течение нескольких часов то сейчас я иду целенаправленно какие-то конкретные магазины за какой-то конкретной одежды и собственно призываю вас всех прям хорошо подготовиться к скидкам потому что пока вы будете ходить по ненужным вам магазинам которые вас вряд ли чем-то привлекут просто даже не только время потерять вы потеряете запал и потом уже придя в какой-то классный магазин день на то что нужно у вас уже вам уже не захочется лишний раз что-то мерить там раздумывать и настроение но как бы будет уже потеря 2 определитесь с бюджетом который вы готовы потратить собственно в этот день отталкиваться очень легко как раз таки от того списка покупок которые вы хотите установите какую-то себе сумму и в идеале вообще не берите с собой больше денег больше чем эта сумма ну опять же тут все индивидуально я например начал достаточно спокойно реагировать уже на какие-то вещи и я четко понимаю сколько могу потратить сколько нет независимо от того больше у меня с собой денег или нет но все эти маркетинговые уловки и рекламные ходы они действительно работают поэтому я вас призываю не вестись на них и быть в детстве на мониторте заранее цены зайдите прямо на интернет-сайт интересующего вас магазина лучше там за неделю ну вот как сейчас например и посмотрите сколько стоит та или иная понравившаяся вам вещь потому что это неударно что ритейлер очень часто прям перед скидками за таким вот событием как черная пятница например искусственно завышает цены что потом ее как будто бы сделать ниже на самом деле она оказывается еще выше чем было до этого поэтому про мониторте цены желательно в разных магазинах чтобы опять же быть беспристрастными и сделать правильный выбор по выгодной цене номер четыре в день тот самый день шопинга приходите в торговый центр пораньше в идеале это прямо в 10 утра то есть к открытию магазина но если он открывается раньше то соответственно раньше причем если бы не работать в пятницу это вообще неоспоримый плюс потому что это будний день и людей вообще практически будет мало если же вы работаете в пятницу то он естественно как только успеете ну либо же в 10 утра в субботу опять же почему если вы не хотите стоять в километровых очередях примерочных и вообще пытаться что-либо рассмотреть когда мерчендайз он как бы полностью отсутствует и все вещи вот так вот свалены клубками размеры не найти на вешалках тоже непонятно что ну конечно когда людей меньше намного комфортней шопится совет номер пять принимайте решение быстро тут как говорится не время медлить в идеале это вы должны заранее уже выбрать вещь которая вам нравится просто прийти в магазин в нужный день и сразу же ее купить если же это что-то новенькое и вы начинаете раздумывать сомневаться то но если сомневаетесь я считаю что лучше не брать но хотя все эти потом сожалению независимо этого взял какие-то вещи или не взял они неизбежны и не так или иначе случается поэтому полагайтесь на свою собственную интуицию и еще один совет из моего опыта когда вы собираетесь на шопинг который займет там не часа несколько часов одевайтесь как можно удобнее это правда важно особенно важно важно удобная обувь верхняя одежда лучше оставить гардеробе или в машине сумочка ваша не должна занимать руки то есть вы должны быть обе руки свободные чтобы все хорошенечко рассмотреть пощупать и взяли это какая-то сумка на длинном ремешке типа кроссбади или на плечо и что еще очень важно в целом даже нет одеты так чтобы вам было легко снять вещь примерочных легко переодеться что-то примерить и так далее то есть какая-то очень узкая горловина на свитшоте сняв один раз который у вас уже будет какой-то сумасшедший бум на голове но она вряд ли вам подойдет или там множество меленьких пуговиц и еще момент волос если у вас длинные волосы то их лучше конечно же собрать опять же чтобы они вам не мешали при примерке и все они было одних жарко и было комфорт все коротко скажу об онлайн покупках на самом деле к ним применимы все те же советы составит список заранее про мониторе цены единственное отличие такое очень удобный лайфхак в онлайн магазинах можно заранее накидать все интересующие вас вещи или там товары какие-то в корзину и уже только при наступлении черной пятницы подтвердить заказ но это очень удобно у вас уже все будет подготовлено и вас больше шансов быть первыми и расхватать ту самую продукцию которая может быть очень востребована интересно всем но вы сможете купить юбер ну и как обещала напоследок дам а свой личный список одежды который я вот сейчас присматривал к черной пятнице список магазинов я оставлю вот здесь их вижу это пальто сверло-розового цвета я прям вот фанатка пастельных оттенков пальто я думаю вы знаете но такого розового или может быть какого-то бежевого пудрового но все равно с розоватым оттенком у меня пока нет это двубордный жакет желательно в крупную клетку если говорить о магазинах я там напишу в каких я сейчас присматриваю подобные варианты жакетов плейзеров а также это ботинки на шнуровке такие стандартные армейские бутс это джинсы я думаю что точно левайс она с высокой талией аля ман джинс это какая-нибудь блуза с прозрачными вставками в романтическом очень стиле и парочка ярких беретов обязательно но это такой небольшой виш-лист может быть наше желание в чем-то пересекается вы тоже хотите что-то из этого напишите кстати в комментариях и какие-то этих вещей тоже входят ваш план для ближайшего шопинга но у меня собственно на сегодня все надеюсь информация была для вас полезная у нас через целая неделя подготовиться ну практически неделю подготовиться к черной пятнице я вам желаю очень удачного шопинга чтобы все что вы приобретете она вас потом действительно радовала и радовала как можно дольше и если вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подписывайтесь я же вас всех целую пока пока